Продолжается третья Крымская экологическая экспедиция Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Снова у нас в гостях ее лидер Андрей Нагибин. Андрей, здравствуйте. Что мы накопали в Крыму? Да, в Крыму действительно мы накопали. Вот сейчас наш сюжет посвящен тому, что мы занимаемся вопросами водоснабжения Крымского полуострова. У нас проблема с водоснабжением Крыма такая федеральная проблема. Не зря даже президент сказал, что из-за отсутствия запасов пресной воды мы, по сути, потеряли пашни Крыма. Власти Крыма и Севастополя должны активно работать над дальнейшим повышением качества жизни в этих регионах. Особую критику президента вызвало положение дел с водоснабжением полуострова. И не только. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался. Да, ущерб сельскому хозяйству нанесен огромнейший. Это, как правило, особенно это чувствуется на севере Крыма. Там вообще люди пьют подсоленную воду. Там как таковой только привозная вода. Это же с первым веки. Это, наверное, происходит сейчас на севере Крыма. Особенно в селе Ильинка по жаловым жителям зеленый патруль взял ситуацию под личный контроль. И что там? Там просто нет нормальной чистой воды. Просто нет нормальной чистой воды. Люди ездят за несколько... Как будто мы в Центральной Африке. Ну, по большому счету, да. Так ее даже не привозят. Люди сами ездят на источник, который у них существует в нескольких километрах. Кто-то ходит пешком. О чем мы сейчас хотели поговорить? У нас есть очень интересная отрасль по недропользованию Фриспулии Крым. Это добыча песчано-гравийной смеси. То есть, из чего делается песок, гравий... Да, 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 да. Но как такого чистого песка в Крыму очень немного. Поэтому, безусловно, необходимо его добывать. И вот эта песчано-гравийная смесь, она, естественно, грязная. Как правило, это 20% глины присутствует в этом. И чтобы ее обогатить, что такое по-русски? Что такое обогащение, допустим, там песчано-гравийная смесь? Это просто вымывание водой 20% глины. И тогда вот то, что остается, уже идет на стройку, выводится и используется в строительстве. Мы обнаружили в такие объекты подобычи песчано-гравийной смеси в районе Амурского, Зуи и Цветочного. Но я думаю, что это только там, где мы смогли добраться, и где люди нам просто пальцем ткнули, показали, где это все происходит. То есть в районе трех населенных пунктов находятся центры по незаконному обогащению, то есть промывке песка? Фактически да. Причем мы в начале разговора говорили, что в Крыму с водой очень плохо. Так вот здесь, значит, тем добытчикам, которые занимаются, скажем так, добычей, это песчано-гравийной смеси, они используют воду из скважин. Причем из скважин из-за водоносных горизонтов забуриваются и забирают воду для промывки. Проблема катастрофична в чем? Потому что, во-первых, это огромные-огромные брошенные лужи. То есть все, что промыли, глина, она просто бросается, остается в таком виде, в каком есть, вот такие огромные лужи, как футбольные поля. Вот. И, естественно, это засаливание водоносных горизонтов, потому что, когда оттуда забираешь пресную воду, ее забираешь бесконтрольно, мы в открытых источниках попытались найти какие-то проекты по добыче, скажем так, песчано-гравийной смеси, какие-то авосы и так далее. Это оценка воздействия на окружающую среду. Специальные документы под это дело должны быть. Мы ничего такого не нашли. Поэтому мы очень рассчитываем, что контролирующие органы, Росприватнадзор, в первую очередь, займется этим вопросом и определит, насколько сейчас нанечен ущерб, потому что это целые лунные пейзажи территории, сельскому хозяйству. Давайте кратко для наших зрителей, в чем суть нарушений? Начнем с того, что добывается вода. Вода из скважин, из водоносного слоя, добывается пресная питьевая вода, которая используется для размывки глины, для создания вот этих вот песчано-гравийной смеси. То есть не для того, чтобы по назначению для сельского хозяйства люди в питье отратятся на строительные материалы. Да, да, да. А документы, скорее всего, на лицензию подавали совершенно для другого. Второе, никакой лицензии не может быть на создание таких вот луж глиняных по всей вот этого лунного пейзажа по всему побережью Крыма, потому что это все бросается. Вообще, по идее, это является... Эти лунные пейзажи такие появляются. Эти лунные пейзажи, вот эти вот остатки глины, остатки глины, это фактически отходы. Отходы должны быть классифицированы и утилизированы, либо рекультивированы в соответствии с определенной программой. То есть, говоря, с этой глиной надо что-то сделать. Ее нужно куда-то, да, ее нужно куда-то вывезти и так далее. Это нормальный велик. А вот так вот бросать в таком виде, представляете, здесь уже никакой пашни не будет. Здесь уже не будет, извините, каких-то песчаных берегов. Ничего не будет просто. Не может быть такая ситуация, что крымские чиновники скажут, что это недобросовестные предприниматели, которым выдавали лицензию, а мы этого отношения не имеем. Когда дело дойдет, кто выдавал лицензии, кто надзирал. Ведь, опять же, за этим всем необходим был надзор. А надзор, как мы с вами уже говорили, передан в качестве полномочий Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым. Вот тебе и все. То есть, челы против меда. Ну, да. То есть, вот они дали лицензию, дали сами себя отхлестать, выпороть сами себя. И сами себя должны были наказать. И еще, насколько аффилированы эти предприниматели, кому выдавали вот эти лицензии. Это уже вопрос для проходительных органов. Да. Потому что, как правило, ведь, когда выдаются лицензии, на какую-то деятельность, за которую фактически никто никому не смотрит, никто их не контролирует, то, как правило, очень большой соблазн выдать лицензию своему другу, свату, кому, брату, однокласснику. Любишь самому себе на постановке лица. Ну, очень возможно. Вот, вы знаете, вот, честно говоря, когда президент, вот я 10 января, когда, вот 10 января, когда было заседание, он действительно сказал, никто не занимается Крымом. Он сказал про воду, он сказал про то, что президент в теме. Он знает и знает наши документы. Потому что, скорее всего, справку-то готовили грамотные специалисты. Значит, все все знают. И вот какое-то первое время чумы. Люди... Какое-то, да, типа, а, проскочим. После нас хоть потом. Да, после нас хоть потом. А в данном случае применить на Крыму после нас хоть глиняные ландшафты. Ну, ничего. Я думаю, что сейчас необходимо будет провести серьезную работу над ошибками и в том числе по надзору. То есть, вот в моем понимании сейчас, допустим, вот такие квоты для свободной такой вот жизни необходимо для чиновников прекратить. Я был на личном приеме у Родионовой Светланы Геннадьевны, руководителя Роспроводнадзора. Она уже подписала эти документы, взяла ситуацию под личный контроль. Сейчас просто идет согласование с прокуратурой о проведении внеплановой проверки. Думаю, что в ближайшее время начнется серьезная проверка по этому поводу. Итак, господин Нараев, персонаж уже склоняемый нами неоднократно. Он же в наших предыдущих передачах также был максимально засвечен. Да, мы... То есть, все подвиги неустановленных лиц из предыдущих наших выпусков мы также посвящали господину Нараеву. Ну, а кому еще посвящать, если все полномочия переданы, и надзорные в том числе, и выдача лицензии, все передано одному министерству. То есть, у нас просто других вариантов нет, все знают об этом. Больше того, мы, конечно, в прошлой передаче сменялись и веселились по поводу того дома отдыха, в котором был руководитель нам раньше господин Нараев, который был закреплен за министерством природных ресурсов, что там до сих пор нет частных сооружений. Но так оно и есть. Поэтому у нас одни и те же претензии и претензии к конкретному министерству, которое выдают... И как ли он министру, который за все это отвечает? Ну, у нас вопрос вообще-то и к руководству субъекта, если что. Потому что как можно было наблюдать за всем этим хозяйством и не принимать никаких решений? Вы думаете, мы до этого не писали никакие жалобы и обращения? Вот это все мы два года назад писали в контролирующие обороны Министерства природных ресурсов Республики Крым. А господина Аксенова писали? Вот господина Аксенова не писали, потому что мы считали, что все-таки ведомство, которое у него в подчинении, должно само разобраться со своим проблемами. Но в итоге не разобралось? Нет. Мы уже упомянули, что господин Нараев неоднократно обсуждался в нашей передаче. Во предыдущих выпуска нашей передачи, есть реакция от чиновников Крыма? Ну, мы так, походу, торопим события, потому что существует процедура, там есть, допустим, в момент подачи жалобы ее регистрация должна пройти не менее 30 дней и так далее. Так как мы обращаемся сначала в федеральный орган, потом идет решение, потом прокуратура должна согласовать неплановую проверку, дальше будет приказ на территориальный орган, который будет проводить эту проверку с участием центрального аппарата Роспроводнадзора. Поэтому процесс непростой, нужно запастись терпением, но мы знаем от жителей и от активистов, экологов зеленого патруля, вот, допустим, в Керчи на шламохранилище работы прекращены. Ну, хоть что-то. Ну, хоть что-то, по крайней мере. Днем, днем тишина. Может, она чем вывозит, но днем уже тишина. Это уже отлично. Вы можете прям выдать орден зеленому патрулю, потому что вы добились, что, по крайней мере, днем не расхищает песок. Да, и, конечно, мы очень рассчитываем. Мы знаем, что на Саксской косе, это прошлая наша передача, песок до сих пор разворовывают. Где-то с 2014 года идет разрушение самой Саксской косы. Сегодня мы находимся на Сасык-Сивашском перешейке, или, как его называют, Сакской косой. Это уникальный природный комплекс, на котором расположились настолько же и уникальные соляные чеки. Мы столкнулись с тем, что в Сакском районе, и, в частности, вокруг города Евпатория, идет добыча песка. И масштаб этой добычи настолько велик, что сейчас мы видим за спиной огромные горы, и это только одно из трех предприятий, добывающих песок на этой территории. Из-за того, что добывается здесь песок, происходит разрежение, падает уровень воды. Черное море старается прорваться на этой полоске несчастной 300 метров, на которой открыли карьеры. Это мне в голове не вкладывается, как это можно, рубить сук под своими ногами. Мы очень рассчитываем на то, чтобы, что, скажем так, они, те, кто этим занимается, поймут, что до них мы тоже доберемся. До них доберутся контролирующие органы. Что предпримет «Зеленый патруль» в связи с этой ситуацией? В эту ситуацию берем под контроль. Безусловно, у нас сейчас… У нас же все любят бросаться словами «берем под контроль». Уже слово такое испорченное. Что сделаете? Вы знаете, чтобы людям было понятно? Мы всегда общаемся тоже с активистами. Активисты бывают все время разные. И, безусловно, когда мы говорим, слушайте, ребят, вот вы когда нам пишите вот эту вот жалобу или что-то еще, напишите поподробнее, напишите вот сфотографией. Она говорит, ой, вы такие же бюрократы, как и все остальные. Да как мы их слова и вот эту активность, вот эти вот слезы и все остальное, как мы привяжем к бумаге? Мы все равно работаем с теми же самыми бумагами. И когда все думают, что эколог – это тот самый путешественник в поисках свалки и так далее, 80% времени он занимается бумагами. Это нудно, неинтересно работаем. Мы это отправляем, регистрируем, отслеживаем. То что, плавно-то, конечно, контроль. Бумаг много изведете? Нет, мы не изведем. Мы сейчас запросим, если это придет какая-то опять отписка, мы будем писать в Генеральную прокуратуру, мы будем писать в ФСБ. Мы не останем эту систему. Мы знаем, что только системная вот такая нудная и четкая работа принесет результат. Ну и с своей стороны редакция также направит многочисленные журналистские запросы для того, чтобы заставить маховик административно-проходительных органов все-таки провернуться и в Крыму, чтобы все-таки навели порядок в сфере экологии. Да, мы очень рассчитываем на юристов момента истины, потому что мы видим, что десятки, десятки тысяч просмотров наших сюжетов. И это очень здорово. Субтитры создавал DimaTorzok